И снова Дима Старостенко удивляет нас технологиями такими далекими и такими высокими. Прямо сейчас мы гаджеты. Всем привет! Если человек барабанит пальцами по стулу или по ноге, возможно он просто пользуется невидимой клавиатурой. А любопытные технологии, похожие, кстати, на кастет, расскажу прямо сейчас. Новинка позволяет заменить традиционные устройства управления. Внешне этот гаджет напоминает хороший такой кастет, а вот по сути это виртуальный манипулятор. Он способен выполнять функции клавиатуры, мыши и геймпада. Устройство можно использовать сидя или стоя и на любой поверхности. Нет разницы, работаете ли вы в шлеме виртуальной реальности или просто решили попробовать гаджет вместо привычных средств ввода. Все кончено. Кончено. Принцип работы новинки основан на жестах. Пользователь надевает ее как перчатку. Сделана она, кстати, из мягкой смарт-ткани и оснащена датчиками для анализа движений пальцев. Клавиатура подходит как для левой, так и для правой руки. Различные жесты отвечают за определенные буквы, цифры и специальные символы. Одно касание каждого из пяти пальцев соответствует гласной букве, а комбинация движений согласны. Главное изучить эти комбинации и наловчиться пользоваться невидимой клавиатурой. Без подзарядки та способна работать до 72 часов и заряжаться всего за три часа. Гибрид мыши и перчатки позволяет набирать текст на любом устройстве на системах Android, iOS, Mac или Windows. За связь отвечает наш любимый Bluetooth. По словам разработчика, с помощью кастета можно не только набирать текст, но и воспроизводить музыку на смартфонах и плеерах, а также управлять гарнитурами дополненной реальности. Последнее, между прочим, станет самой подходящей сферой применения такого устройства. Манипулятор работает с компьютерами, смартфонами и новыми системами. Уже созданы специальные игры и приложения для популярных платформ. Добавлю, в комплекте поставляется кейс-зарядник, который получает питание через microUSB. А вот стоит новинка около 200 долларов. Неплохо за виртуальный кастет, правда? С каждым шагом мы все дальше и дальше погружаемся в виртуальную реальность. Кто знает, может все это иллюзия? Пока-пока.